Всем привет! Начинается летний сезон и начинается сезон радиоуправляемых игрушек. Начинаем мы сезон с очень маленького квадрокоптера, домашнего. Напишите в комментариях, интересно ли вам радиоуправляемые лодки, машинки, квадрокоптеры. Если вам будет интересно, то я буду заказывать и показывать это вам. Сегодня у нас вот такой вот коптер, вот в такой вот коробочке он. Пришел коробочка отличная, что очень хорошо для радиоуправляемых игрушек. Это такой плотный толстый картон. У большинства компаний коробки тоненькие, из тоненького картона. И зачастую что-нибудь в коробках ломается. А тут вот такой толстый картон, с которым ничего не случится. Давайте посмотрим, что есть в комплекте. Вот тут мы сразу же видим аксессуары к коптеру. Давайте сначала посмотрим на сам квадрокоптер. Здесь у нас инструкция. Минус ее очень большой, что она на китайском языке. Почему? Вы узнаете чуточку-чуточку позже. И вот здесь у нас скрывается сам квадрокоптер. Он у нас находится уже в аппаратуре. Это я немножечко сломал вот это вот стеклышко. Так что это не производитель и не почта России. Вот такая вот аппаратура. Простенько. Очень много клавиш здесь. Зачем они, я вам расскажу потом. Здесь у нас, вот здесь вот прячутся батарейки. Это четыре батарейки 3А. Также, как я понимаю, есть какое-то крепление на телефон. Возможно, будет или есть какая-то другая версия этого квадрокоптера, к которому вы можете коннектиться по телефону. К этому коннектиться вы не можете. Давайте посмотрим, что есть еще в комплекте. Здесь у нас такая вот отвертка крестовая. Зарядка. То есть вы можете заряжать как по USB, также вы можете заряжать от батареек прямо с аппаратуры, что тоже является очень большим плюсом. Также сменные у нас лопасти. Четыре штуки. Также вот такая вот защита, если вы будете летать дома, чтобы не ломать квадрокоптер об стены. И также вот такая вот вещь, чтобы разбирать сам квадрокоптер или, например, аппаратуру. Тоже очень классно, что это все есть в комплекте. Давайте посмотрим на сам квадрик. Он у нас вот такой вот маленький. Он у нас вот таким вот образом собирается очень быстро. И очень удобный. Он становится чуть-чуть побольше. Вот так вот он уже выглядит. Сам он выглядит вот таким вот образом. Здесь небольшой фонарик. Я поначалу думал, что здесь есть небольшая камера, но нет. Это небольшой такой фонарик. Дальше у нас вот здесь вот прячется сам аккумулятор. И здесь у нас включение-выключение. И разъем для зарядки. Квадрик выглядит красиво. Такой простенький дизайн. Без каких-то особых фишек. Когда я первый раз попытался включить квадрик, я не смог его включить, так как во всех других квадриках мы просто включаем его, зажимаем триггер вниз, и он начинает летать. В этом квадрике сначала нужно вот эти два стика вот так вот сделать. До звука. Но иногда этого звука нет. И потом вот так же стики в эту сторону. И лопасти начинают летать. Чтобы он взлетел, нужно нажать вот эту клавишу. Я сейчас это не буду делать, так как он сейчас попытается все снести. И он сразу же выключается, если мы не начинаем летать. Это необычно, но, к сожалению, из-за того, что руководство пользователя на китайском языке и ничего не понятно, я не понимал, как это сделать. Потом залез на YouTube, и там уже оказались инструкции, как это все дело запустить. Зачем здесь так много клавиш? Я это все покажу, когда он будет летать. Что касается времени работы этого квадрика, то летает он минут пять, что немного, но и заряжается он минут за тридцать. Так что для домашнего квадрика это неплохие показатели. Также мне понравилось, что здесь вот такие вот прорезиненные ножки. То есть он достаточно хорошо падает, ничего не ломается. Ну и давайте же я покажу, как он летает, и уже расскажу, что есть в этом квадрике, что он умеет. Погнали! Давайте я быстренько расскажу, за что отвечают клавиши. Вот эти две клавиши отвечают за взлет его. Это чтобы он взлетел, это чтобы он остановился. Вот эта клавиша отвечает, чтобы он начинал вертеться, а эта клавиша, чтобы он начинал пикировать в какую-то сторону. Это у нас расходники, чтобы он летел быстрее, или чтобы он летел медленней. И вот эти четыре клавиши, это у нас калибровка квадрокоптера. Все очень даже просто. Теперь давайте летать. Управляется квадрокоптер очень легко, достаточно легко его держать на одном месте, отлично подойдет квадрокоптер как первый квадрокоптер, чтобы поучиться, чтобы попробовать. На улице его, понятное дело, будет сдувать, а вот дома комфортно полетать можно. Так что если вы есть первый квадрокоптер, чтобы понять интересно вам или нет, то обратите внимание, очень легко он управляется, потому что бывают квадрики, которые нужно калибровать очень сильно, чтобы он комфортно летал, а этот нет. просто с коробки, и он очень даже хорошо летает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok